впереди едет гусь гусенком я его не могу назвать да папочка еще 200 номер весь в грязи вот такая вот большая штука инга конечно дубасит будь здоров а здесь сигнал все понял какой он крутой матерь божьего ты же диван передачу я похоже включил мне ведь надо еще зеркало настроить я же ничего не вижу так включил первую подножку так спокойно вторая блин он мягкий третью я наверное рано включил он короче как грузовик по ощущениям так вторая у меня тормоз где-то далеко блин блин на нем очень мягко и не чувствуется абсолютно так какая передача третья ох он громкий на нем сцепление надо аккуратно отпускать так я еду 100 километров я вообще не замечаю как он разгоняется такой корабль 4000 оборотов ну наверно это нормально капец как на нем удобно сидеть у меня спина прямая руки вытянуты никакого тебе наклона зачем мне дали прокатиться на гусе зачем мне дали на нем прокатиться да блин тут нельзя бросать сцепление очень сильно дергается колесо крутящий момент конечно здесь вообще дикий у доминарки проскальзывающее сцепление а здесь нет так здесь я разгоняться не буду на этой дороге я сейчас выйду на объездную я вообще не чувствую когда его переключать надо у него такая мощаденькая ну-ка третью я включу так третья аккуратно плавно сцепление отпускаю очень плавно направо поедем так поворотник спрашивает как говорю круто так первая передача офигенно он работает как грузовик по ощущению замерз вроде же не дует ну поехали блин какой мягкий пятая я не знаю я не привык бросать сцепление тут короче такое аааа сколько мы едем то 120 ёп твою мать на нем газ давать как аааааа я не успел газ нажать он 20 километров добавился а 40 добавил блин ааааа матерь божья газ нельзя бросать резко блин страшно какая техника я полноценного обзора в этот раз не смогу сделать ребята у меня слишком большая разница в классе я не готов еще к такому мотоциклу это надо на него сесть и ездить блин он идет вообще не чувствует никакие кочки тут еще седло очень мягкое я думаю здесь переделка вообще не требуется сзади доминарка едет саша на доминарке блин ебстудей тут наверно не надо такие обороты додержать хотя как раз на зону 8000 в принципе показывают ну ветра защита тут конечно хорошая сейчас я еще попробую разогнаться на одном участке так это мы все 110 едем до 120 140 я разгонялся ну-ка блин тут такая мощь я боюсь что если я не умею переключаться шестой включил я боюсь что если я дам газа лишнего на дыбы встанет такое ощущение ё-моё такой он огромный корабль короче наверное надо останавливаться 3000 блин ребята это вам не сузуки вестром 650 так поворотник сейчас покажем сцепление тормоза час проверим это я только задним попытался до тормоза здесь другие конечно но третья вторая нейтраль ты замерз или чё пересядешь пересядешь охрененно это конечно не сузуки вестром 650 другая техника да очень я под впечатлением но мне еще рано обзор на такой мотоцикл делать на нем надо ездить сколько то и потом уже рассказывать тут все другое вообще все другое вообще все другое тут комби брейк стали надо аккуратно это делать нет я что-то тебе скажу я тормозился была аварийная ситуация он не кивает вперед вообще этот максимум не кивает вообще нет а тут подвеска же обычная вроде не телелевер нет нет подвеска а вон она все понял поэтому он и не клюет крутецко да вот после этого по ощущениям как грузовик спасибо большое я прикоснулся к великому да у того же андрея гуси он там сколько а уже 200 ну 182 было в прошлом году офигеть 300000 пробега ну ладно что тихонько давай в ту сторону тогда двинем мощь вообще я это очень аккуратно от отпускаю сцепление потому что моментально схватывает асфальт такой двигатель тут не вот у меня проскальзывающее сцепление его короче бросаешь даже если он как бы это прощает этот нельзя так тут надо аккуратно чувствовать его надо блин ну ты очень опытно ездишь видно ладно ребятки на этом все сейчас мы дальше поедем вот такой вот гусеныш красавчик красавчик ну вот товарищи сел я обратно на свой мопед еду за папочкой гучем да конечно для меня это в новинку на таком мотоцикле прокатиться и абсолютно другой аппарат манера езды на таком мотоцикле должна быть другая к нему надо привыкать но ничего все впереди я думаю что большой шаг у меня будет в туристическое эндуро сторону бмв это будет сузуки вестром на котором я планирую ездить на следующем как то так а пока что не хочу делать никаких ложных предположений насчет этого мотоцикла его надо исследовать всем спасибо всего доброго товарищи